Как себя вести при пожаре и что делать, чтобы себя обезопасить? С разъединениями правил противопожарной безопасности началось утро в детском саду таланта и способности. В отличие от обычных занятий, о мерах защиты от огня говорят не воспитатели, а самые настоящие мастера пожаротушения. С малого возраста надо детям рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, что надо делать, что не надо делать. В данном случае игра со спичками может привести к трагедии, хотя огонь и друг, и враг. Мы это видим постоянно. После беседы эвакуация. На улице их ждали спасатели в полном омундировании. Здесь ребятам не только рассказали об инструментах тушения огня, но и дали возможность изучить инвентарь пожарных, а в завершении – ликвидация импровизированного возгорания. Нажимай на рычаг! Нажимай! По мнению советника главы Михаила Диктованного, такие мероприятия очень важны, ведь всегда лучше предупредить ЧП, чем потом разбирать его последствия. Когда проводят такие мероприятия, приучают детей, как правильно себя вести в стрессовых ситуациях. Потому что не дай бог, конечно, что такая ситуация случится, но по крайней мере ребенок уже готов, и вероятность, что он нанесет себе какие-нибудь травмы по незнанию, уже уменьшается. После дети преподнесли пожарным подарок – пирог, который приготовили повара детского сада, а также прочитали стихи.